МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Клейдоскоп. Сегодня мы встретились для того, чтобы рассказать вам о самых интересных событиях, которые произошли в нашем городе за минувшую неделю. Ну что, Ирина, с чего мы начнем нашу сегодняшнюю программу? Предлагаю начать с прекрасного. Вот недавно я побывала на очень интересном спектакле, могу рассказать. А разве театральный сезон еще не закрыт? Ну вот этого точно не скажу, но во всяком случае к нам на гастроли приехал Гомельский театр. Сегодня на сцене Рязанского театра драмы незнакомые горожанам актеры в новой для нашего зрителя пьесе «Верная жена». Спектакль исполняется труппой Гомельского областного драматического театра, который находится в нашем городе на гастролях. А наши труппы, в свою очередь, сейчас играют свои спектакли в Гомеле. Такие обменные гастроли между нашими театрами продолжаются уже более 10 лет и доставляют удовольствие не только зрителям, но и актерам. В этот раз белорусская труппа привезла в наш город две комедии и одну историю любви. Такой легкий репертуар был выбран не случайно. А летом люди любят отдыхать. Мы не хотели перегружать как-то нашего дорогого зрителя. Тем более знаем, как жарко в Рязани, так же, как и в Гомеле. То мы привезли комедийного плана, спектакли. Но у нас есть и классика. У нас и Островский, и Чехов, и Горький, и зарубежная классика. Саммерсет Моем, автор пьесы «Верная жена», как раз и является ярким представителем зарубежной классики. И хотя это произведение было написано в первой четверти прошлого века, проблемы взаимоотношений между мужчиной и женщиной актуальны и сегодня. «Верная жена» – это поучительная история жизни английской семьи. Умная женщина дает утонченный ответ на измену мужа и вызовы светского общества. Спектакль говорит о великой женской душе, которая все умеет прощать. Самые глубокие раны она умеет сама заживлять. Эти гастроли негласно были посвящены памяти Жанны Виноградовой и закончились 22 мая. Ну а мы напоминаем, что наша акция «Выгодный шоппинг» продолжается. А это означает, что если вы пришли в торговый центр «Виктория Плаза» в среду и встретили нашу съемочную группу, то на всю вашу покупку вы получаете скидку 50%. Ну, конечно, при одном условии. Если согласитесь продемонстрировать выбранные вами вещи на камеру. На этот раз мы решили осчастливить мужчин. На третьем этаже торгового центра «Виктория Плаза» мы нашли магазин, покупки в котором способны доставить удовольствие настоящим мужчинам. Магазин «Олд Президент Клаб». С первого взгляда становится понятно, что здесь выбирают одежду современные, успешные мужчины, предпочитающие классический деловой стиль. Торговая марка мужской одежды «Олд Президент Клаб» на сегодняшний день известна во многих городах России. При всей претенциозности одежда этого бренда славится своим высоким качеством и умеренными ценами. Возможно, именно в этом и кроется секрет ее популярности у представителей сильного пола, различных возрастов и сословий. За прошедшие полтора десятка лет модели костюмов «Олд Президент Клаб», шагая в ногу с модой, неоднократно менялись. В ткани прослеживались тренды на цветную полосу, присутствие блеска, микродизайны. Диктату моды подвергались длина и силуэт костюма, форма и ширина лацкана, количество пуговиц на полочке пиджака. В настоящее время в коллекции «Олд Президент Клаб» представлены одежды как для зрелых мужчин, так и для молодежи, как для торжественных мероприятий, так и для повседневной носки. Такая разноплановость определяется многообразием тканей и моделей. Классические пиджаки и брюки, сорочки, аксессуары – все это представляет широкие возможности для проявления индивидуальности и создания яркого, привлекательного образа. И хотя нам с напарницей для себя выбрать было нечего, мы получили огромное эстетическое удовольствие от созерцания качественной мужской одежды. Наверное, именно в таких костюмах каждый из нас хотелось бы видеть своего мужчину. Ну что, Ирина, пришло время осчастливить кого-нибудь скидкой в 50%? Да, пожалуй, пара. Ну вот, по-моему, вот тот мужчина уже определился. Пойдем? Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже, мы так видим, определились с покупкой. Да. Дело в том, что сейчас в Виктории Плазе проходит акция. Если вы приходите сюда в среду, встречаете нашу съемочную группу, то вы получаете скидку 50% на то, что вы выбрали. Но при одном условии. Вы должны вот то, что вы выбрали для покупки, померить и продемонстрировать нам на камеру. Вот если вы согласны, то скидка 50% будет ваша. Вы согласны? 50%? Да. Давайте попробуем. Давайте, проходите в примерочную, мы вас ждем. В этом магазине, по признанию Андрея, он покупал костюм для собственной свадьбы. Ну а в скором времени женится его друг. И вот Андрей снова здесь. На этот раз ему посоветовали приобрести молодежный вариант. Приталенный пиджак, зауженные брюки, белую сорочку и яркий галстук. В этом костюме Андрей сам похож на жениха. Хотя, как он нам признался, в повседневной жизни он предпочитает иной стиль одежды. Вообще, я костюма не ношу. Прочитаю свободную форму одежды. Ну, по торжественным случаям это просто необходимо. Костюмы торговой марки Old President Club – это одежда высокого качества из чистой шерстяной или полушерстяной ткани. Вообще, известные марки как бы сами за себя говорят. И они удобные, и практичные в носке. Поэтому лучше присмотреться к известным фирмам. Ну что ж, Андрею сегодня повезло. И он получил скидку в 50%. Не сомневайтесь, в следующую среду на его месте можете оказаться вы. Так что спешите в торговый центр «Виктория Плаза» и участвуйте в акции «Выгодный шопинг». И все-таки это очень приятно, радует людей. Да, только, по-моему, Андрей был больше взволнован, смущен, но уж никак не обрадован. Знаешь, его можно понять. Все-таки он не привык ходить по подиуму, как, например, герой нашего следующего сюжета. Многообразие стилей, направлений и художественной палитры, простор для экспериментов и самовыражения. Отличительные черты современной демократической молодежной моды. В этом наглядно могли убедиться те, кто нашел время посетить фестиваль детской молодежной моды, фантазии и образ, который состоялся во Дворце детского творчества. Популярность фэшн-индустрии в нашем городе налицо. Из года в год в конкурсной программе участвуют коллективы, уже получившие признание, и добавляются новые модельеры и дизайнеры. На фестиваль вот уже второй раз приехали московские дизайнеры. Они представили на суд рязанских зрителей коллекцию в стиле «Милитарь». В одной из номинаций мы представляем коллекцию, которая называется «Реформа и форма». Она создана на основе атрибутов, так скажем, военного костюма. И военной защитной сетки. Вы сами видите, что в костюме ремни, погоны. Военная форма всегда привлекала женщин. Но вот создать нечто особенное, женственное и утонченное на ее основе – задача не из легких. Кажется, девчонкам из Москвы это вполне удалось. А вот рязанских ребят из дизайн-студии, что работают в подвязье, на создание коллекции вдохновила как раз противоположная – абсолютно миролюбивая культура хиппи. Есть мода от кутюр, которая неприменима никуда и никак. На нее можно просто посмотреть. Мы, как правило, практикуем другой подход к моде. Мы делаем вещи, которые можно в любой момент, на любой случай одеть, пойти в город, на прогулку, на встречу с друзьями. То есть мы за практичность. Конечно, коллекция одежды – это главное, что стремились показать юные модельеры. Но как на любом настоящем показе мод, важно еще и красиво преподнести свою коллекцию. Поэтому с каждым коллективом работал хореограф. Ставил номер, учил девочек дефилировать, уверенно и красиво двигаться по подиуму. Пока смотрят штука сложная, потому что продефилировать по сцене одно, а вставить в дефиле элементы хореографии – это очень, во-первых, разносторонне, разнообразно и очень сложно. Но мы попытались как бы соединить несоединимые, добавить в элементы коллекции, в элементы дефиле, элементы такого джаз-модерн-военного, можно сказать, симбиоза всего танца. В фестивале приняли участие дети и подростки с 9 до 18 лет. Программа делилась на номинации «Эскиз» для юных художников-дизайнеров, «Фантазия» для модельеров, занимающихся изготовлением из нетрадиционных материалов и отходов. И образ. Здесь предстали перед зрителем коллекции, изготовленной из традиционных тканей и форматуры. Осталось лишь добавить, что выбрать самую лучшую, самую модную коллекцию можете именно вы. С 23 мая по 15 июня проходит специальное интернет-голосование в социальной сети ВКонтакте. По итогам победителю будет вручен приз «Народное признание». Ну что ж, ну а теперь наша рубрика «Извольте ответить». И сегодня мы поговорим о пользе молочных продуктов. И о том, как правильно их выбрать. О пользе молочных и кисломолочных продуктов каждый из нас знает с детства. В молоке, кефире, твороге действительно содержатся необходимые для нашего организма белки, аминокислоты, жиры, витамины и другие полезные микроэлементы. Специалисты утверждают, что употребление молочных продуктов – отличная профилактика и лечение целого ряда различных заболеваний. Главным их достоинством считается способность оказывать положительное влияние на микрофлору кишечника. Сегодня доставить в пользу организму совсем несложно, ведь современные магазины предоставляют огромный выбор молочной и кисломолочной продукции. У нас большое разнообразие молочной продукции, начиная с таких, как предоставленные для детского питания, и творожки, и йогурты, и молочные напитки. Также мы можем купить и кумыс, и аранс, что сейчас довольно распространенное и популярное очень, не говоря уже про молоко. Именно молоко является настоящим источником здоровья. Оно содержит большое количество кальция, а также витамины группы Д, магний и фосфор. Оно укрепляет костную ткань и, кроме того, делает нас красивее. Молоко полезно для красоты. Содержит кальций, который отвечает за выработку коллагена. В свою очередь коллаген у нас отвечает за упругость кожи. И также содержит витамин А, который отвечает за эластичность кожи и блеск волос. Сегодня у покупателя глаза разбегаются от разнообразия молока на прилавках. Чем же оно отличается и какое молоко выбрать? В магазине вы встретите молоко трех видов обработки – пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное. Пастеризация – это метод обработки, было открыто еще позапрошлом веке. Суть его в следующем. Молоко выдерживается значительное время при температуре не выше 100 градусов по Цельсию. Такое молоко, хоть и сохраняет большую часть полезных восстанавливающих, но она доступна для микробов. То есть именно поэтому пастеризованное молоко долго не хранится. Она хранится в течение нескольких дней и, естественно, только в холодильнике. При стерилизации молоко выдерживается при температуре выше 100 градусов в течение 20-30 минут. Такое молоко полностью стерильно и имеет продолжительный срок хранения, однако теряет значительную часть полезных веществ. А вот при ультрапастеризации молоко выдерживается при температуре 137-140 градусов по Цельсию в течение всего лишь нескольких секунд. Этих секунд достаточно для уничтожения всех вредных микробов, но слишком мало для разрушения полезных веществ. Таким образом, за счет краткости процесса молоко сохраняет максимум своих полезных качеств и при этом может долго храниться. Ультрапастеризация считается наиболее бережным способом обработки. Интересно еще и то, что для него подходит только высококачественное молоко. Ультрапастеризованное молоко, как правило, разливают в картонные коробки. Картонная упаковка в России – это самое популярное, самое распространенное упаковочное решение. Эта упаковка используется более чем для половины всей разливаемой жидкой и молочной продукции. Среди картонного разнообразия есть уникальный патет, который позволяет сохранить молоко свежим и полезным на более долгий срок. Также следует обращать внимание на состав, указанный на упаковке. Если там присутствуют какие-то добавки, то это уже не молоко, а молочный продукт. Обратите внимание на состав других молочных продуктов и старайтесь избегать красителей и консервантов. И, естественно, не забывайте проверять дату изготовления. Хотя покупатель сегодня грамотный и сам прекрасно понимает, что от его внимательности зависит здоровье. Мы спросили у покупателей гипермаркета «Карусель», на что они обращают внимание при покупке молочных продуктов. Срок годности обязательно, иначе можно и отравиться, и все что угодно получить. У меня у всех членов семьи есть уже свои вкусовые предпочтения, и поэтому все выбирают то, что они любят. В основном, конечно, на вкус, да, но я, например, покупаю йогурт с небольшим сроком хранения, чтобы там были натуральные основы. Срок годности обязательно. Специалисты утверждают, что, например, кефир сохраняет свои полезные для пищеварения свойства в течение трех дней с момента изготовления. А ведь этот кисломолочный напиток многие употребляют именно из-за его пользы пищеварения. Кефир мы пьем в основном вечером, то есть чтобы хорошо работало пищеварение, вот, чтобы детишки у меня не страдали. Кефир мы любим, да, вечером. Творог, сметана, ряженка – все это, несомненно, приносит огромную пользу нашему организму, но только в случае, если в них минимум добавок, консервантов и красителей. Так что уделяйте особое внимание информации на упаковке и старайтесь покупать молочные продукты в крупных и проверенных супермаркетах. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова